Работаю на Мосфильме уже 31 год и поставил за это время 17 фильмов. Зернистая кинопленка. Видео тогда еще заграничная роскошь. Это архивное интервью времен примерно второго поколения зрителей, растаскивавших фильмы Рязанова на цитаты. А он-то уже говорит о десятилетиях профессии. А впереди будет третье поколение, которое и «Терминатор» начнет забывать, а вот Рязанова вряд ли. Он как будто был всегда вне времени, но всегда вовремя. Вот если бы вы мне назвали какую-нибудь счастливую станцию, я бы, пожалуй, купил туда билет и укатил бы на всю жизнь. От вас алкашей житья нет. Может, тебе еще стакан дать? Спасибо, что не ударили. Мымра! Вот-вот-вот, мымра есть. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе. Энтузиазм широких масс советского народа в духе классических фильмов с любовью Орловой сменялся тихой лирикой Беллы Ахмадулиной, когда на аванс сцену истории вдруг выходила интеллигенция. Рязанов в каждой из этих эпох оставил свое слово, причем как настоящий комедиограф. Не то, что там «Вы пошутили, мы тоже посмеялись», а в том смысле, что в каждой шутке есть доля правды. Действие этого фильма происходит в большом провинциальном городе, последние дни перед Новым годом и в самую новогоднюю ночь. Мы хотим, чтобы картина, которую мы снимаем, была не только веселая, но и грустная. Заставить человека развеселиться очень трудно. Я это как комедиограф знаю. Это самое трудное. Заставить человека плакать очень легко, понимаете. Для этого есть огромное количество способов и в искусстве, и в жизни, к сожалению. С этим настроем, от которого, когда рассмеешься, а когда и заплачешь, он сделал 28 фильмов, не считая документальных. Это он, проходимец, тунеядец и бездельник, как окрестил студента Рязанова, патриарх советского кино Сергей Эйзенштейн. Окрестил, конечно, любя. Иначе чего бы стал подписывать книгу, бездельнику, случайно заплывшему во ВГИК по пути в одесскую мореходку. С детства Торизанов мечтал крутить штурвал, а не ручку кинокамеры. Что было бы легче, тут уж и не поймешь. Любая картина, и главное ее ощущение, и чувство, которое ты испытываешь, когда делаешь, это желание выжить. Выжить, выспаться, прийти в себя, опомниться. Любая картина. Почему артисты не знают текста вообще, когда они должны прийти на съемку? Все, и когда начинает гнить, нужно себе что-то делать. Я рабочая лошадь. И, как говорят, работа дураков любит, я горжусь, что я отношусь к этой категории человечества. Я полный болван. Способность иронизировать над собой давно считается неопровержимым признаком ума. Так и Рязанов любил, едва ли не в каждой своей работе, вывести самого себя, самым незаметным, второстепенным, как бы ни при чем и не особо нужным персонажем. Как будто хотел хитро подмигнуть зрителю, давая понять, что некто, сотворивший мир и запутавший судьбы людей в нем, всегда рядом и приглядывает за своим творением. Наверное, я счастливый человек. Так многие думают, но и мне тоже приходится так, наверное, думать, что если они так думают, может, они и правы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин